Синий хао я, синий хао я, Чжуфутача, синий хао. Спели на китайском главную новогоднюю песню детей из Поднебесной. Барнаульские школьники в стенах классического вуза с октября прошлого года изучают китайский язык. Сегодня показывают, чему научились. Иероглифы покоряются, конечно, непросто, но за четыре месяца дети освоили несложные слова и продолжают изучать новые. Так, а теперь лошадь с хвостом. Я захотела изучать китайский язык, потому что Китай с нами дружит. Помогает, может, с техникой, еще с чем-нибудь. Я изучаю китайский язык, чтобы потом поехать в Китай и разговаривать с Китаем, с китайцами. Китайский Новый год называется Гоньян. Сегодня не академическое, а познавательное занятие. Преподаватель китайского языка Анастасия Ващилина рассказывает детям о новогодних традициях. Главный праздник Поднебесной – китайский Новый год – стартовал 10 февраля и продлится две недели. Это практически единственное время в году, когда весь Китай бросает работу и почти на месяц едет домой. В это время практически невозможно уехать ни внутри Китая куда-то, ни в другие страны, ни попасть в Китай. Все закрыто, все отдыхают. И это, наверное, самая лучшая традиция, когда иногда нужно бросить все и просто провести время с семьей. А еще в китайский Новый год принято лепить счастливые пельмени, танцевать, запускать салюты и просто радоваться жизни. В этот раз символом года в Китае стал деревянный зеленый дракон. Считается, что мифическое существо приносит удачу и процветание. Барнаульские школьники в честь китайского Нового года сделают открытки с изображением дракона и отправят их своим лучшим друзьям. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.